скажу вам одну очень важную наверное вещь для того чтобы выходить на уровень какой-то статистики как минимум надо чтобы у вас была какая-то малопомальская система которая вам будем говорить так дает какие-то математические ожидания это очень сложно и давайте мы сегодня поговорим как вы говорили про проб я про проб вам могу рассказывать сколько угодно мое выступление будет очень коротким думаю 10-15 минут я уложусь есть я вам покажу всего несколько картинок и смысл моего выступления будет заключаться в том что у вас у всех действительно есть огромный шанс для того чтобы пройти проб для того чтобы пройти челлендж скажу честно я и проб компании работал и инвесторы у меня были скажу честно я не люблю работать с инвесторами с вас постоянно будут спрашивать вас постоянно будут держать на пульсе особенно если вы начинающий трейдер инвестор будет с вас выжимать все кишки вы будете сидеть и с утра до вечера докладывать где вы как вы что вы например с 15 по 18 год а у меня был такой мини фонд где-то приблизительно миллионов между 50 и 70 варьировался и это было самое тяжелое время для меня хотя и зарабатывал хорошие деньги и себе и клиентам это было самое тяжелое время потому что например любая просадка любое бездействие кстати вы будете неприятно удивлены но когда вы бездействуете на рынке инвесторы вам будут звонить и предъявлять свои претензии поэтому мое личное мнение скажу вам честно мое личное мнение это то что абсолютно верно вот тут сказали это наемная работа артур правильно сказал да к сожалению когда вы инвестор вы наемник вернее когда вы работаете на инвестор вы наемник поэтому восемнадцатом году я просто сказал что я могу зарабатывать больше денег для себя чем я бы зарабатывал в фонде ну понятно что у меня был там не миллиардный фонд ну поверьте мне я знаю ребят у которых там реально большие фонды там 200 300 500 миллионов миллиард есть у димы моего товарища и по сути дела жизни у них никакой нету потому что абсолютно верно правильно сказали это наемная работа и вы знаете я очень благодарен что много лет назад уже 20 ноябре были 26 лет как я в трейдинге я прошел проб компании давайте скажем так это лучший вариант при минимальном вложении лучший вариант я сейчас вам покажу вот у меня две вещи вам покажу один из моих студентов сейчас прошел комбайн ну начал проходить еще не у нас комбайн разное есть из компании по форексу из компании по акциями из компании по фьючерсов вот сейчас вы увидите график вы просто не понимаете что такое наемная работа когда ты работаешь на инвестора с тебя вытащат все кишки все а это не твои деньги когда ты прошел проб это твои деньги это деньги которыми ты управляешь если ты не просрешь ты будешь зарабатывать день вот посмотрите внимательно да это челлендж это челлендж очень жесткий это одна из самых жестких компаний в которой миша проходил челлендж у нас челлендж попроще гораздо проще я бы сказал мы не ставили такие жесткие условия я уверен что здесь есть там 400 человек 430 человек которые нас смотрят у нас одно и количество проходили проб кстати кто проходил проб можете поставить плюсы у нас все честно то вот вот если вы посмотрите это про очень сложный то есть каждый раз когда ты зарабатываешь деньги твои риски подтягивается то есть ты не можешь уйти ниже например если ты ушел до сто пятьдесят две тысячи эти у тебя подтягивается и ниже там сто сорока восьми ты не уйдешь что изначале когда начинаешь вот у тебя там риск четыре тысячи долларов и каждый раз когда зарабатываешь деньги то есть подтягивается а миша прошел челлендж челлендж был 9000 долларов надо было заработать это шесть процентов и в данной ситуации миша золото да миша золото его прошел миша у меня учится на годовой программе видите прошел очень хорошо с минимальными откатами откаты были очень маленькие там ну тысячи долларов откат на самом деле очень маленький откат а сейчас он еще плюс сверху 9000 долларов то есть он уже может начинать забирать деньги давайте сейчас уберем этот график и поговорим просто на самом деле как можно вырасти на пропе вы понимаете что большое количество людей не имеет там две-три тысячи долларов для того чтобы открыть себе счет раз второе те люди даже которые имеют там 5000 долларов и даже работают там с двадцатым с тридцатым причем имеет те же самые сто тысяч долларов у них риск гораздо больше то есть там два-три процента инструмент прошел против тебя у тебя минус две-три тысячи долларов ты можешь потерять полностью свой депозит это основная проблема но я вам не буду рассказывать какие-то супер умные вещи что-то красиво я вам сейчас еще покажу один из моих студентов проходил еще один челлендж давно еще на фьючерсы я вам покажу как в принципе даже с невысокой будем говорить так невысоким процентом положительных сделок можно зарабатывать деньги потом отвечу на ваши вопросы скорее сначала отвечу на ваши вопросы а потом мы пойдем на панель плохом смысле этого слова панель дискуссии статистику нужно вести когда у вас начинается начинаются системные сделки когда вы понимаете что вы можете сделать когда вы понимаете как вы можете сделать это очень важно итак посмотрите внимательно и вы сейчас поймете например вот посмотрите это реальная статистика данного трейдера и посмотрите внимательно видите торговые дней 88 доходность 400 процентов это реально у нас с этим студентом был созвон зовут его андрей пороченко созвон у нас есть в на ютюбе и вы можете например посмотреть что происходит смотрите вот это очень важно это хорошая полноценная статистика без всякого excel и без ничего итак смотрите внимательно сейчас я сделаю пошире и вы сможете посмотреть итак смотрите 211 сделок временно в удержание средняя убыточная сделка средняя прибыль а вот тут основной параметра показывает то что это трейдер берет минимум 3 к 1 больше даже чем 3 к 1 потому что у вас еще есть комиссия у вас еще есть проскальзывание если вы посмотрите вот эти две цифры вы увидите что средняя прибыльная сделка больше чем 3 раза чем убыточная скажу даже больше забегая вперед у этого трейдера 5 к 1 это минимальный ты ведь и максимально убыточная серия сделок и максимальная просад теперь смотрите результаты по дням видите то есть если вы посмотрите вы увидите что пятницу этого трейдера убыточная так как сделать было очень много и торговых дней 88 88 это не так много это 4 месяца торговли то по сути дела там не надо обращать внимание на пятницу эти все что у него отрицательное помечено красный цвет дальше топ-5 инструмент профит-фактор я не буду вам ломать голову что это такое топ-5 инструментов это зелл это соя снп фьючерсы золото нефть и линхокс это свиные животики то есть мясо дальше посмотрите топ метода 5 методов входа делите то есть пробой 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 у него просто разные вариации пробоя вторичные пробои первичные работы пробои еще что дальше лп его отрицатель а теперь посмотрите вот эти основные цифры вот основные цифры на которые нужно обращать внимание если вы посмотрите у него суммарно прибыльных сделок 31 а логовых 38 то есть приблизительно 35 положительных сделок и такой крутой результат такой крутой результат достигается только параметром где человек берет тейки больше чем 5 к 1 теперь очень внимательно посмотрите максимальная серия прибыльных сделок максимальная серия убыточных сделок вот это то где практически вы все убиваетесь то есть на максимальная серия убыточных сделок во очень многих из вас уносит да вот посмотрите внимательно 33 трейда это у нас мой месяц всего 27 процентов положительных сделок сейчас вам покажу поменьше смотрите цель была 40 процентов прибыльных сделок а по факту получилось 27 и посмотрите внимательно результат эти профит и всего 27 и на профит составил 5000 долларов то есть даже несмотря на то что у человека 27 процентов всего прибыльных сделок видите сейчас вам покажу результат за месяц составил 29 процент но как я уже сказал статистику нужно начинать вести когда вы начинаете иметь какие-то статистические преимущества и у вас есть системные сделки поэтому я хочу сейчас перейти к тому почему проб крут 1 минус пропа 1 вы отвечаете за то что вы делаете то есть если например вы пролетели на профи вы проебали свое счастье второе у вас есть колоссальный шанс вылезти в ютюбе есть одно видео кто его видел если здесь есть мои студенты например кто был на семинаре или кто был в турции или кто был в кемере у нас есть один студент который прошел все пропы во всех компаниях получил 9 миллионов долларов на проб 9 миллионов видео с этим студентом есть на любви зовут его улан и может быть следующий раз мы его позовем чтобы он рассказал но у каждого из вас вот и каждого смотрящего сегодня там насмотрит 415 человек у каждого разве вывезешь с такими просадками здесь абсолютно адекватный вот аня у нас была серебренникова у нас есть студент улан который получил под управление 9 миллионов долларов и живет с этих денег ребят посмотрите внимательно представьте себе здесь есть люди которые пошли челлендж это деньги разве вывезешь с такими просадками это абсолютно нормально а чтобы вы хотели чтобы вам инвестор дал деньги вы потеряли сколько вы хотели это абсолютно нормальные условия у нас условия даже не такие жесткие как везде например если вы пойдете проходить американские фьючерсы например там в компании в тему там гораздо жестче условия там просто в условии очень жесткие вы заработали чуть-чуть денег у вас подтягивается стоп-лосс вы заработали опять чуть-чуть денег стоп-лосс если вы проваливаетесь все вы потеряли челлендж поэтому я считаю моё личное мнение что челлендж это очень круто очень круто я считаю что каждый из вас кто имеет шанс пройти челлендж должен его пройти я когда пришел в пробкомпании у нас было все гораздо жестче мы приносили свои собственные деньги и когда мы проебывали свои собственные деньги мы уходили домой до тех пор пока мы вы не принесли свои какие-то новые деньги тут у вас получается что за небольшую сумму денег за небольшую сумму денег вы можете пройти челлендж и получить деньги в управлении можно рассказывать об этом сколько угодно я считаю что пойти челлендж то есть пройти попасть проб это колоссальный шанс для человека у которого например нету каких-то больших денег для человека который не может рисковать какой-то своей суммой денег в пропе есть один еще огромный плюс как ни странно огромное количество из вас огромное количество из вас вы не можете работать со своими деньгами вот это очень большая проблема то есть вы когда начинаете работать на свои собственные деньги вас колбасит и как ни странно я знаю большое количество людей которых очень сильно колбасит когда они работают на свои собственные деньги поэтому проб проб это очень хороший шанс для вас торговать и зарабатывать деньги построить свою карьеру трейдером она есть на ютюбе там видео с приглашенным трейдером ну давайте я сейчас наверно буду отвечать на ваш вопрос какая платформа лучше для торговли пропи она одна у нас как он управляет всеми аккаунтами одновременно копи трейдинг все предельно просто копи трейдинг так теперь давайте я лучше отвечу на ваши вопросы чем сидеть вам рассказывать насколько это круто ну я вам скажу одну вещь что проб это очень круто получить 100 тысяч долларов управления скажу честно что если даже вы будете делать пару процентов месяца это две-три тысячи долларов каждый месяц который вы можете зарабатывать да с точки зрения психологии она намного легче потому что на вас нету такого давления очень многие люди очень боятся делать сделки когда они торгуют на свои деньги дневная просадка пять процентов это это очень много очень много если вы не можете вот юрий пишет юрий если вы не можете не везде запрещено копи трейдинг не везде вот вверху проб был дневная просадка в 5 процентов это дохуя обычно больше чем полтора два процента это уже очень много пять процентов дневная просадка это очень много если вы не можете выдержать дневную просадку в 5 процентов вам не то что в пропи делать нечего вам в в трейдинге делать нечего, бывают пропы и на крипте, бывают пропы Юрий, что значит 5% это тяжело, да вы о чем говорите, а представьте себе у вас 100 тысяч долларов, вы 5 тысяч долларов риск возьмете на себя, вы смотрите на каком-то маленьком счету там, 5% внутридневная просадка это до хера, это до хера, еще раз, если вы хотите задать какие-то технические вопросы по поводу пропа, задавайте, но мой ответ вам предельно простой, проп это шанс любому трейдеру состояться в трейдинге и построить свою карьеру, если вы торгуете среднесроки, держите сделки по полторы-две недели, ну что я могу сделать, никто не хочет на себя, смотрите, проп не хочет на себя брать риски, я не хочу брать риски на себя, когда за выходные дни вы возьмете на себя позицию и с вами что-то случится, вот вы себя поставьте на мое место, зачем мне это надо, я хочу чтобы трейдер зарабатывал деньги и я не имел риска потери, вот и все, я не хочу терять деньги, я не хочу рисковать ситуацией, которой я не могу контролировать, скажу вам даже больше, мой бывший босс, мой бывший босс, ребят, есть ссылка, зайдите по ссылке, посмотрите и ответьте на все вопросы себе, смотрите, мой босс когда-то сказал феноменальную фразу, он сказал, я не могу контролировать сколько ты денег заработаешь, но я однозначно могу проконтролировать сколько денег ты не потеряешь, поэтому проп компании не выгодно брать средний срок, чтобы трейдер торговал средний срок, потому что если в выходные дни что-то откроется с гепом, меня похоронят, вы ничем не рискуете, зачем мне это надо. Дорогой шерп, после кемера не могу заставить себе цель торговать, понял, что не знаю ничего еще больше, можете пендели дать. Ну, Артем, маленький объем, ничего страшного, смотрите, ничего страшного, если вы будете торговать маленьким объемом, просто ставьте себе Артем, ставь себе 3 доллара риск, 5 долларов риск, спиши себе сценарий и торгуй. Что ты можешь потерять, 10 долларов, 20 долларов, ты заплатил гораздо больше за семинар. Так, просто элементарно не бери риск, который ты не можешь взять, бери просто небольшой риск. Вопрос про дискуссию, можно ли будет подключить риск менеджмент брокера на прохождение челленджа, чтобы достигнуть дневного общего убытка. Ребята, давайте я вам отвечу на один простой вопрос. Блять, если вы не можете контролировать свой риск менеджмент, зачем вы вообще в трейдинг идете? Ну вот просто объясните, представь себе, вы открываете, вам дали проб счет, вы не можете пройти риск менеджмент. Зачем вам вообще идти в трейдинг, если вы не можете получить деньги? Проб вашей компании, расскажите какие условия. Еще раз, вам скинули ссылку, вы можете спокойно пройти по ссылке и все внимательно прочитать, там все есть. Если вы не можете зайти на страницу, вам уже 30 раз бросили ссылку, вы не можете пройти по посылке. Зачем вам это надо? Может трейдинг, ну не для вас вообще. Просто, ну мне интересно. Правильно говорить, 5 процентов это очень много. При хорошей домашке отбираешь энное количество инструментов, да. Так, морально на пробе действительно легче. Сейчас прохожу дисциплину прокачивать и увеличению риска привыкаешь. Ребят, проб это золото. Это золото. Это возможность двигаться дальше. Пройти челлендж стоит 59 долларов и там дальше вы уже идете на более там другие цифры. Но получить 100 тысяч долларов челлендж в управлении, ребята, и делать 30 процентов выхода на 3 тысячи долларов в месяц. За 3 тысячи долларов в месяц вы можете жить в средней стране Испании, Италии и ни в чем не нуждаться. Наши курсы будут по трейдингу, будут полезны, если вы хотите торговать крипту, форекс, акции и все остальное. Для того, чтобы пройти челлендж статистика не нужна. Шеф, не могу зарегистрироваться на сайте по ссылке, очень странно. Ребята, еще раз, пройдите по ссылке и посмотрите внимательно, что может быть. Шеф, если работаешь с 9 до 18, подходит участие для трейдинга, смотря что вы будете торговать. Если золото, серебро, нефть – да, проб, а акции у нас нет. Нет, у нас нет акции, у нас есть только форекс, а в форексе есть и фьючерсы есть золото, серебро и нефть. Срок прохождения челленджа почти год успеете раньше отлично. Видите, у нас созданы очень хорошие условия для того, чтобы двигаться дальше. Самое главное, зайдите, вот есть. условие, как пройти условие. 59 долларов стоит 10 тысяч, чтобы пройти. Это деньги небольшие. Надя, сбрось, пожалуйста, им. Какая градация по пробу по деньгам? Здесь вопрос один. Никаких левых дел нет. Нету. Вы проходите, вы получили. Вы зарабатываете, вы забираете. Вот настолько все просто. Да? Я вам даже показал, я вам даже говорю, можете зайти на мой YouTube. В моем YouTube есть все сделки трейдера, который буквально две недели назад прошел проб. Он как раз прошел проб, когда был в Турции. Поэтому у вас у каждого все шансы для того, чтобы торговать. Вы можете торговать все, что вы хотите. Смотрите, есть прописаны критерии, как вы отбираете достойных. Я не отбираю достойных. Система прохода, она полностью есть. Посмотрите внимательно. Нет, у нас нет пробок за криптовалют. Ребят. Вот смотрите, что вы хотите. Вы настолько ленивые, вы не хотите даже сейчас зайти элементарно в посылки и посмотреть условия, которые там есть. Давайте я вам просто покажу. Давайте мы сейчас вместе с вами посмотрим. Смотрите. Я честно просто не хочу ругаться матом, но я просто с вас охуеваю. Люди не хотят даже зайти. Люди не хотят даже зайти и просто вот элементарно посмотреть. Вот здесь все есть. Видите? Просто можно зайти и посмотреть. Посмотрите. Что такое челлендж? Какая фраза? Вот посмотрите внимательно. Видите, здесь все есть. Челлендж состоит из двух фаз. Давайте я вам даже прочитаю. Вы же настолько ленивые. Первая фраза. Плюс 10% на депозит. Продемонстрируется умение управлять рисками. Поставите умение. Достигайте прибыли в 5%. Видите? Здесь все конкретно есть. Челлендж можно пройти за год и за неделю. Вот посмотрите внимательно. У вас все есть. Начинайте с нуля. Минимальные риски. Что сделать? Вот посмотрите. Вот заходите сюда. Все есть. Видите? Все есть. Что вы пытаетесь понять, если вы не можете даже элементарно зайти на страничку проб трейдинга и получить ответы? Так я объяснял еще раз. Мы не ленивые. У нас проб точно такой, как и все. Везде все абсолютно одинаково. Вот везде. Поэтому, дорогие друзья, заходите на проб, пробуйте, становитесь профессиональными трейдерами и зарабатывайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова